У нас на этой неделе, я говорю, я никогда так не уставала, у меня такой был стресс. У нас что-то резко злато за температурой, была очень высокая температура, причем, ну, неожиданно поднялась. И, ну, все знают, что у нас пастор-врач, и я понимаю, что он в Бургасе. И я говорю, ну, все, Оля, вот теперь ты, теперь тебе нужно тренироваться в уплывании только на Бога. И я даже не знаю, что было, это, наверное, действительно был, ну, причем я прихожу в комнату, смотрю, Злата улыбается, но она вся красная, как Бурак, а Саша рядом спит. И я его бужу, говорю, Саша, давай молиться, короче, у нее температура. А мы не даем жаропонижающие, и я понимаю, что, ну, вот давай там обтирать ее там. И я вот в этих промежутках пишу во все чаты, чтобы молились, и я даже не знаю, вот что это было, ну, наверное, самый сложный был случай до этого, когда Алеша выбил зуб на велосипеде, ехал, и этот зуб туда вдавлен, и я... Но, что хочу сказать, это было неожиданно, мне пишет Марьяна, помощь нужна, а я такая, а какая помощь, ну, таблетку дать в рот, чтобы температура упала, или, ну, что? И она говорит, ну, мы сейчас приедем. А такая, ну, вот ситуация такая была, что мне в этот день нужно было выйти к людям и вещать. И меня Бог готовил к этому неделю. Он говорит, ты должна это сказать, должна то сказать. И у меня вот прям уже список был. И когда меня туда на знак, ну, поставили, я еще как бы сомневалась. И вот эта температура, и я тут уже вообще думаю, ну, наверное, чувствую, я точно ничего вечером не проведу. Ребята приезжали, они видели, что мы вообще ни в каком состоянии были. Но Бог прилагает молитвенников тут же пророческое слово. Мне сестра написала с Белоруссии, что нужно сделать, и вот что она увидела там, что нужно обтереть. Говорит, и выдави это все, и мне становится легче. Я вижу, Злата уже повеселела. Потом там еще одна группа молится, другая группа молится. Марьяна с Антоном приезжают, молятся. Приходит Алеша тоже с температурой, и мне стало легче. Знаете почему? Потому что я поняла, кто такой враг. Что это не то, что я себе накручивала в голове, а что это, ну, по сумме, верусяка. Сейчас мы ее раз, раз. И за час буквально начинают молиться там уже наши ребята, партнеры по бизнесу. И вроде уже как бы со Златой все отпустила, за нее помолились. И я становлюсь на колени и говорю, Господи, ну вот, все. Я решила, я все-таки буду, я буду все-таки говорить то, что ты хочешь сказать. Я ничего не успела ни подготовиться, ну вообще ничего, да. Вот, посмотря, меня поймут, что значит выйти и говорить только то, что Дух Святой сказал. Но я вам скажу, что когда я, когда я на весь дом, вот на весь дом, я просто орала, боритесь, боритесь за свои семьи. Если у вас болит живот, молитесь и боритесь, станьте победителем. Это было, это не ягола, я даже не помню, я когда раз пересматривала, думаю, о, да ее Дух Святой, вот это меня повело. И я понимаю, что вот дьявол, он не хочет. Вот нам же, нас предупреждали после Пенуэла, помните, друзья мои, что будут атаки, и мы должны выстоять. И вот действительно, сила огромная, которую хочет Бог пустить через каждого из нас, огромная сила. Кто верит, подними правую руку. Это Бог на весь дом провозглашал, что Иисус победитель, и мы призваны быть ими. И Аллилуйя, понимаете, дети, все, после этого температура пошла на спад. Дьявол понял, ему места нет в нашем доме. Даже если пастор-врача хоть на луну улетит отдыхать с супругой, Бог приложит помазанников, которые помолятся, благословлят. И я думаю, что то тоже вы получили благословение, послужив. И вот в этом мы призваны быть семьей, и слава Богу, Господь, я учусь уповать, и вам тоже с этого желаю.